Всем привет, вы на канале Живая Планета. Сегодня у меня новый рассказ, а именно про гигантского монстра Кинг-Конга и его историю в кинематографе. Хотите услышать побольше про самую огромную обезьяну в мире? Погнали! В первый раз Мартышка засветилась в фильме Кинг-Конг 1933 года. Ничего удивительного, но самый первый фильм про Кинг-Конга собрал огромные кассовые сборы и даже соревновался с «Затерянным миром», другим фильмом, который был снят 8 годами ранее, в 1925 году. Кинг-Конг представляется в роли отрицательного персонажа, хотя вот тетеньку он полюбил. Через два месяца вышел еще сын Конга, но он не собрал такие сборы, как настоящий Кинг-Конг. Кстати, Кинг-Конг в конце фильма умер довольно драматично. В следующем фильме про Кинг-Конга его показали уже прямоходящим. И на этот раз он сразился с гигантским монстром Годзиллой. Шансы у монстра были примерно равны. Но Кинг-Конг взял верх над рептилией и одержал победу. Он кинул огромного ящера в океан. Здесь уже Кинг-Конг представляется положительным персонажем. Он защищает бедных монстров от безжалостной и вероломной Годзиллы. В следующий фильм 1975 года Кинг-Конг был уже снят намного круче своих предместников. Там хоть немного участвовала компьютерная графика. Да и сам Кинг-Конг был сделан хорошо. Сюжет полностью устудящен с первого Кинг-Конга. Фильмом была задача победить по популярности челюсти. Но он с ней не справился. Но фильмов правда стал очень популярным. Это один из самых крутых фильмов, по моему мнению, который снят про Кинг-Конга. Второй фильм Кинг-Конг жив, ну или Кинг-Конг 2, был снят уже в 1977 году. Кинг-Конга оперировали. Он оказался живой. А теперь у него еще и получилась девочка. Он защищал ее от опасностей, но все равно в конце его расстреляли люди. Поверженный Кинг-Конг упал на землю. А огромная обезьяна родила детеныша. В конце нам показывают жизнь огромной Кинг-Конге и ее детеныша. Далее вышел фильм Кинг-Конг 2005 года. По-моему, самый крутой фильм про Кинг-Конга, который длится почти 4 часа и 1 час занимает всякая болтовня. В начале фильма. Опять же, сюжет такой же, как и в первой части. Но от чего же мы хотели? Классик высшего левела. Сюжет классический. Съемочная группа с красавицей отправляется на необитаемый остров. И там на них нападают динозавры. Кинг-Конг побеждает динозавров, берет к себе красавицу. А потом они вместе возвращаются в Нью-Йорк. И Кинг-Конга расстреливают верстолетом наверху Эмпарстал Билдинга. Конечно же, из противников динозавров были не простые тираннозавры, а вастатозавры. Гигантские потомки тираннозавров. У них было не два пальца, а три. И они были в длину почти что 17 метров. Больше любого тираннозавра на метров 5. Вастатозавр также обладал небольшими шипами. С Кинг-Конгом у них были примерно равные шансы, но Кинг-Конг оседлал тварь и сломал ей череп. Еще один прямоходящий Кинг-Конг поучаствовал в фильме «Конг. Остров черепа» 2017 года. Чувак сильно подкачался. Таких больших Кинг-Конгов мир еще не видел. Разве что в фильме «Годзилла против Кинг-Конга» был 48-метровый Кинг-Конг. А там он был 32-метровый. Но все равно довольно большим. Одного удара было достаточно, чтобы сбить вертолет. Кинг-Конг значительно поумнел. Сюжет, слава тебе господи, не такой, как в первой части Кинг-Конга. На этот раз чуваки отправляются на остров, чтобы провести там эксперименты и скинуть туда бомбы. Ну, исследовать остров, так сказать. В итоге Кинг-Конг замечает их, а чуваки пробуждают огромную армию злобных рептилий, черепозавров. Кинг-Конг сильно недоволен, но избил все их вертолеты, оставив их мучиться на острове. Разумеется, они потом вернулись к себе домой. Особенно трагичная сцена в конце, так трогательно. Отец, которого 28 лет не видел, уже повзрослевший сын и мать возвращаются домой. И они его все обнимают. А потом он идет смотреть футбол. Представьте, 28 лет без футбола, и вот он, футбольчик. Ну, вот так вот. Последний фильм с участием Кинг-Конга на данный момент «Годзилла против Конга». Реванш Годзиллы и Кинг-Конга. Тут уже Годзилла одерживает победу над гигантской обезьяной. В конце фильма они объединяются и противостоят против общей угрозы роба Годзиллы. Конечно же, оба они выжили. Кинг-Конга спасли люди от Годзиллы и сделали ему перестановку сердца. Еще намечается в конце картина Сын-Конга в 2024 году, но это не факт. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.